У нас что было? Какой-то непонятный человек, который отвергает все армянское возглавие в наше государство. Два руководителя, которые после непонятного человека были у нас, они не были на своих местах, потому что один был сильным лидером, правление которого совпало с общим псевдоэкономическим ростом, вот этим кредитным ростом, который привел к развалу экономики мировой. Просто совпало. А другой, значит, любил порядок и все приводил в порядок, поэтому у него не разваливалось государство. Но потом пришел человек, который тоже не был лидером государства, он был хорошим лидером какой-то команды, поэтому он не объединял нас. Вы думаете, он был таким неумным человеком, что он не понимал, что он премьер-министр как белых, так и черных? Но нет и нет. Он все время их делил, делил, потому что он не мог быть лидером черных тоже. А если ты лидер государства, ты лидер и белых, и черных, и голубых, и розовых, и вкрапенькую, там, не знаю, в горошек всех, ты за всех в ответе. За всех. Если ты за них не отвечаешь, не грош тебе цена, а тебе грош цена как руководителю государства. Иди займись восхвалением, или, значит, продвижением вперед своего белого меньшинства или большинства. Он не стал руководителем всех армян, которые, как отец, обязан больше думать о них, чем о себе. Если, значит, живешь в комфортных условиях, в государстве, где есть пострадавшие от землетрясения, 22 года назад, это уже непорядочно. Непорядочно есть хорошо в ресторане каждый божий день, вне зависимости, вообще-то, ты теперешний лидер или 8 лет назад руководил, или 20 лет. Если в Кировакане ребенок от голода умирает, это я конкретные вещи говорю. Если от анорексии чуть не умер ребенок в советошении. Вот есть такие правители, которые и не жируют, и не, там, не знаю, в миллиардеров не превращаются, но у них власть выше, чем у любого миллиардера, даже после того, как они уходят на пенсию. Вот это мелкособственническое, мещанское, значит, там, не знаю, или кулаческое, что-то в мозгах у наших правителей в той или иной степени было у всех. Никто из них не стал отцом народа, а он должен быть отцом. Ладно, поговорим по-другому. Отец моего народа – это Господь Бог. Мой народ – это мать наша. И Господь Бог, Отец, с согласием матери, кого-то из сыновей матери поставил руководить семьей, пока он занимается другими людьми, другими делами. И вот все наши правители, не сексуально все-таки сыновья, но насиловали мать. Все они насильники над своей матерью. Никто из них не заменил отца, как отец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok